Давайте начнем с представления. Меня зовут Якушин Юрий и со мной мой коллега Артур Дусов. Сегодня мы с вами будем рассказывать и общаться насчет новой версии YMS 2.4, которая уже вышла и доступна, и про другие новинки решений Ялинк ВКС. Давайте перейдем непосредственно к содержанию новой функции YMS. О них кратко расскажем и пробежимся. О новых функциях терминалов и аксессуаров Ялинка. Ввиду появления новых функций, которые поддерживает YMS 2.4, изменились требования к аппаратным ресурсам, к железному серверу. О них мы тоже более конкретно поговорим и более конкретно поговорим о лицензировании, так как в лицензии все становится больше, и чтобы в них не запутаться, производитель сделал специальную табличку, которую в конце мы покажем. Она вам и нам будет очень сильно помогать в дальнейшем. По поводу продуктовой карты изменений нет. Просто хотим напомнить вам о том, что у нас есть терминалы для больших переговорных комнат. Продолжаем. У нас есть терминалы VC-800 для больших переговорных комнат, 500 для средних и малых переговорных комнат, VC-200 для хаддл-румов и малых переговорных комнат, для интеграционных решений и большое количество аксессуаров. С нового года они не изменились, новых не появилось. И про все остальное осталось без изменений. Давайте перейдем непосредственно к новым функциям. Из новой функции стоит отметить поддержку шлюза для интеграции и работы с Microsoft Teams. Появился шлюз RT-SpeaketWay, то есть это для того, чтобы можно было потоковой камеры подключать к конференции. И там есть еще определенные функции, например, распознавание лиц, о которых будет отдельный слайд. Но шлюз Teams и RTSP-SpeaketWay требуют отдельной лицензии, то есть лицензируется. Хоть это все работает под одним программным обеспечением, это не отдельное решение, но они требуют отдельной лицензии. По поводу работы e-link-митинг-сервера с сервисами Teams. Они разделены на два порта, так скажем. Это Teams-порт и YMS-порт, то есть где какие порты занимаются, на какой стороне. Во-первых, у нас получается совершать звонки в одну сторону и в вторую сторону. То есть пользователи Teams могут звонить абонентам YMS, вызов точка-точка, так называемый, и присоединяться в комнаты VMR. И терминал VKS может совершать вызов точка-точка и присоединяться к Teams-конференции. При этом пользователи Teams, которые будут звонить, они всегда занимают YMS-порты, кроме вызова точка-точка. Более подробно о схеме звонков, процесс вызова непосредственно. То есть поговорим о вызове точка-точка. Пользователи YMS могут звонить пользователю Teams по ссылке. Пример ссылки будет в виде ссылки вы будете вставлять ее просто или прописывать, например, в приложении VC Desktop и нажимать кнопку вызов. И через YMS этот вызов будет обрабатываться. Также пользователи YMS могут присоединяться к конференции, собранной на Teams. Точно так же пользователь YMS должен набирать ID конференции и будет совершать вызов в сторону Teams. Также незарегистрированный пользователь на YMS может при помощи функционала и сервиса IP-колы совершить вызов в сторону Teams. То есть он набирает вот такую вот ссылку, то есть ID конференции, собака и адрес YMS. И сервер YMS будет его транслировать и обрабатывать его вызов в сторону Teams. Хочу отметить, что для того, чтобы пользователь Teams присоединился к конференции на YMS, то есть модератор конференции должен вызвать этого абонента из Teams. То есть из панели модерирования администратор либо модератор конференции вызывает абонента Teams. В обратную сторону, к сожалению, пользователь Teams сам самостоятельно не может присоединиться к конференции. Есть вот такое вот ограничение. Еще из новых функций, даже это как подмодуль, можно сказать, для YMS, это функционал распознавания лиц. Есть у нас инструкция по тому, как включить данный сервис на E-Link Meeting сервере и как им пользоваться. Пока ее на нашем сайте нет, ее можно получить по запросу. То есть эта функция позволяет во время конференции, именно во время конференции в режиме виртуальной комнаты, то есть, допустим, мы с Андреем Артуром сидим в комнате, и будет появляться такой квадрат вокруг моего лица, и появится подпись о том, что это сидит Юрий Якушин и его должность. Решается это путем загрузки фотографий на сервис YMS и включается данная функция в самой непосредственной комнате во время... То есть, квадратер ее включает. Шлюз RTSP предназначен для того, чтобы получать потоки от камер видеонаблюдения. Передавать он не может сам потоки по RTSP, он их только принимает. Поддерживает протоколы видео 264, также может принимать аудио, все это показано на слайде. И максимальное качество видео это Full HD 30 кадров. Здесь достаточно сложное лицензирование, потому что занимается лицензией как самого шлюза RTSP, также еще занимается лицензией YMS. Более подробно об этом будет показано в табличке. Ну, вот схема примерное соединение. То есть, создается комната, в которую подключаются аппаратные и программные терминалы. И если необходимо, допустим, в рамках конференции посмотреть, что там происходит на камере, какое-нибудь видеонаблюдение, то можно эту камеру будет подключить и посмотреть, что там происходит. Аппаратные требования. Нет, камера подключается не по IP. Павел задает вопрос, камера подключается по IP. Нет, она должна подключаться не по IP. Но данную схему мы еще у себя не успели протестировать. У нас есть камеры MailSite, которые работают по SIP, и мы их успешно по протоколу SIP присоединяли к конференции. А непосредственно по RTSP мы, к сожалению, пока еще не успели это у себя протестировать. Вы можете нам написать запрос на почту. Свои контакты я оставлю после, скажем, после вебинара в комментариях. Вы можете написать запросы, и когда мы получим уже успешный результат тестирования, тогда, соответственно, смогу более подробно это прокомментировать. Увеличилось требование к объему памяти, выделяемого на аппаратном сервере для работы в WMS. Если раньше это было бы рекомендовали 300 гигабайт, сейчас уже стало 500, скажем, требования. Здесь представлен пример при работе WMS в режиме кластера, то есть когда WMS разворачивается на нескольких аппаратных серверах, чтобы размазывать мощность на них. То есть если мы разворачиваем WMS всего на одном сервере, то мы должны выделить не менее 500 гигабайт памяти. Это не оперативная память, не память RAM, а просто память, необходимая для работы. Есть еще такие функции, которые не очень глобальные, но их стоит отметить. WMS научился работать как NTP сервер. То есть терминалы Ялинг, которые регистрируются на WMS, теперь могут от Ялинг-митинг сервера получать настройки времени. То есть WMS может для них выступать как NTP сервер. То есть не нужно ему настраивать какой-то свой внутренний либо какие-то внешние указывать. Сам WMS теперь справляется с этой работой. Ялинг заявляет, что появилась возможность WMS работать с двумя одновременно серверами LDAP. Расширили они функционал статистики. То есть по результатам конференции теперь еще WMS фиксирует о том, что абонент отключился от конференции. И по какой причине? Теперь более подробно можно проанализировать ход конференции, который уже случился. IVR – это голосовое приветствие. Теперь можно еще больше кастомизировать. Для всех событий теперь можно указывать маршруты действий, куда направлять. И также WMS у нас сейчас работает в следующем режиме. Если мы берем за основу раскладку 1 плюс N, это когда одно изображение главного участника спикера, оно большое, и вокруг него много маленьких других участников. Сейчас у WMS логика такая, что вот эти вот маленькие участники, для них не требуется передача изображения в формате Full HD, так как они маленькие. Там не увидишь качество разницы между 540, HD, Full HD. И чтобы экономить полосу пропускания и нагрузку на сервер, WMS режет качество этих участников, то есть принимают они Full HD, а передают меньшее качество своей картинке. Обычно это 540. Если они становятся активными участниками, то есть переходят на большое изображение, то уже WMS автоматически поднимает их качество до того, что указано. Full HD, 4K или VHD. То есть сейчас эту функцию можно отключить. Сказать, что даже если у нас участники маленькие, то пускай они посылают свое изображение в формате Full HD. Хотим напомнить, о том, что у нас WMS может работать в режиме обучения. То есть у нас есть активные участники, это те, которые передают свое видео и голос. И также есть пассивные участники. Это так называемые слушатели. Они только принимают видео и голос, но передавать его не могут. Для WMS неважно, кто из этих участников каким устройством пользуется. Активным участником может быть аппаратный терминал, программный клиент, веб-ртси. Также и пассивными участниками могут быть все перечисленные мной устройства. То есть для WMS это не принципиально. И роли участников можно менять во время конференции. По поводу развития. Сейчас мы находимся в WMS 2.4. Также из того, что мы не анонсировали, не анонсировали, а не рассказали. В WMS теперь на приложении VCD можно регистрироваться по учетке AD. Это если у вас сделана интеграция WMS с Active Directory. И также улучшена работа с Collaboration. Collaboration это совместная работа при наличии CTP 20, либо при наличии WPP 20. Уже при помощи DLP 20 тоже на экране своего ноутбука можно рисовать или выделять определенные области. Но функционал Collaboration на оконечном устройстве работает только при наличии WMS и включении там этого сервиса. И также в будущем, в следующем, скажем, обозримом будущем у нас появится так называемая версия WMS 2.4 сервис ПАК. В ней будет добавлено ограничение по используемым аудио и видео кодеков. То есть мы теперь можем сказать, что WMS у нас работал только по такому аудио кодеку либо по такому видеокодеку. Как-то сделать ограничение. Если раньше это все автоматически и ограничить нельзя никак было, то сейчас можно сделать глобальные настройки. К сожалению, конкретному оппоненту нельзя указать, что он только будет работать по 264-м, либо по 263-му. Сейчас можно сделать только глобальные настройки. Но, надеюсь, в будущем все-таки добавят этот функционал. Можно сохранять скриншоты конференции. Появилась возможность ввода DTMF на включение тех или иных функций. Например, на включение записи конференции. То есть терминал можно набрать команду через DTMF и включить запись, чтобы не просить модератора конференции. Эта версия должна выйти скорее всего в следующем месяце либо в ближайшие два месяца. Непосредственно переходим к терминалам. Новых терминалов пока еще нет. Поговорим в основном про аксессуары. Про беспроводное решение передачи контента. В новой версии там как раз таки появился функционал улучшила функционал коллаборейшн. То есть как раз на операционной системе Windows появилась возможность во время конференции нажать кнопку аннотации в приложении и рисовать поверх экрана, выделять какие-то сообщения. Также можно будет сохранить, выделиться с тем сохраненным файлом. Дмитрий задает вопрос. Переходить с YMS 2.3 на 2.4 уже можно? Да, уже можно переходить. И данный переход не требует обновления, переустанавливать YMS. Вы спокойно прошиваетесь, ничего у вас из настроек теряться не будет. То есть все переходы между YMS 2.3 версии, они плавно не требуют каких-то дополнительных действий. Планшет CTP20 панель управления. Там также улучшилась работа коллаборейшн. Теперь мы можем делать скриншоты при подключении к терминалу в ходе конференции. Можем нажать скриншот и он у нас сохранится на подключенную USB флешку к терминалу. Мы можем настраивать разрешение на экранах телевизора. Если у нас к терминалу подключены два экрана, мы можем через панель управления выставить разрешение, используемое на этих экранах. И во время конференции при помощи пульта мы можем задать, чтобы включилась тот-то пресет либо этот пресет, чтобы камера наводилась на заведомо настроенные положения. по поводу видеотелефона. Очень часто сталкиваемся с вопросами про него. Хотел как раз акцентировать на это внимание. На данный момент у нас доступно три версии одного и того же телефона. Телефон называется VP59. Телефон, в названии которого нету ничего, кроме VP59, это аудио, ой, это видеотелефон. Это, можно сказать, старший брат телефона VP59. Т58. Нет, я прав видеотелефон. 58. Т58V, там сейчас А, по-моему, называется. То есть этот телефон предназначен для работы с телефонными станциями. У него есть функционал ВЛФ, удержание, переадресации вызовов, полноценный видеотелефон. Путем перепрошивки можно его перевести в режим работы ВКС Edition. То есть это терминал уже ВКС, который предназначен для установки в переговорной комнатой, небольшие. он уже не имеет функционала ВЛФ, совершения переадресаций, удержания вызовов. То есть он предназначен чисто для работы в переговорных комнатах, там решаются другие задачи. Но зато он умеет передавать и принимать контент, и вводить его на подключенную ЖК-панель. И точно такая, не точно такая же, и этот же телефон есть еще в версии Teams. То есть телефон предназначен для работы с решениями Microsoft Teams именно в этой инфраструктуре. То есть он не может работать с обычными базовыми телефониями. И есть схемы перехода между этими версиями. Они показаны у вас на экране. Зачастую переходя с одной на другую версию требуется помимо обновления программного обеспечения загрузки еще лицензии. Например, с перехода с телефонной версии на VKS-версию нам необходимо сначала обновить программное обеспечение телефона. После обновления на экране мы увидим информацию о необходимости загрузки лицензий. И пока мы лицензию не загрузим, мы не можем приступить к процессу настройки телефона. После загрузки лицензии телефон уже работает в режиме VKS и переход с VKS-версии на SIP уже не требует загрузки никаких лицензий. Мы просто обновляем его. Все последующие разы, если, допустим, надо опять с SIP на VKS перейти, то уже лицензии загружать не нужно. Обращаю внимание, что телефон по стоимости отличается телефонной версией VKS и одинаково. План развития. Сейчас мы находимся в версии V41. Как сказали нам производители, в ближайшее время, скорее всего, после выставки ISE Tegration System Europe появится версия V42 и мы ожидаем в ней улучшения работы еще в collaboration, то есть какие-то новые функции совместной работы появятся и должен у нас появиться кодек новый, который будет поддерживать 4К разрешение. VMS у нас уже поддерживает 4К, но нету пока терминала, который мог бы поддерживать данное разрешение. Также хотел отметить, что у нас терминал VC200, он поддерживает функционал автофрейминг, то есть он может наводиться на человека, он определяет лицо его и на него наводится автоматически. по поводу установки геолинк митинг сервера. Здесь указаны общие требования, какие рекомендованные версии процессора и памяти, как рассчитывать, но у нас есть непосредственные таблички, они будут чуть позже так получается. Есть у Ялинка такой сервис встроенный, называется Media Bypass. О нем мы никогда практически не рассказывали, но в последних презентациях Ялинк начал о нем говорить. Этот сервис предназначен для того, чтобы экономить нагрузку Ялинк митинг сервера при подключении на него сторонних устройств. Бывают такие случаи, когда мы в конференцию приглашаем сторонние устройства и у ВМС нагрузка гораздо больше на сторонние устройства происходит, нежели если мы регистрируем на него терминал Ялинка. Чтобы экономить внутренние ресурсы у Ялинка есть вот этот сервис. Его нужно просто включить в разделе сервисов и настроить его в двух других сервисах, которые один из них отвечает за регистрацию сторонних устройств, называется Third Party Register Service и IP Call Service. Third Party Register Service отвечает за регистрацию непосредственно самих устройств, а IP Call Service отвечает за вызов этих устройств по IP-адресу. Расчет емкости Перед вами формула расчета емкости Гость спрашивает за счет чего происходит снижение нагрузки она действительно значительная и почему тогда эта функция работает не по умолчанию к сожалению производитель так не смог рассказать по какой принцип работы данного сервиса поэтому к сожалению на данный вопрос я вам не смогу ответить почему тогда эта функция работает не по умолчанию потому что эта функция может повлиять на работу непосредственно с устройством видимо используется какой-то алгоритм при включении которого соединение может не устанавливаться то есть сервер и конечное устройство могут не договориться о работе поэтому данный сервис не включен по умолчанию и его нужно использовать предварительно протестировав то есть сначала настраивайте сервер без этой функции если у вас много сторонних устройств то включаете данный сервер и нужно проверить работает ли схема включения с медиабайпасом для того чтобы посчитать емкость сервера если допустим у вас уже есть готовая платформа для установки WMS и вам нужно узнать сколько у вас данная платформа потянет участников WMS вам надо посчитать количество ядер если это виртуальная платформа то виртуальный если физический сервер то фактическое количество ядер умножить на частоту и есть не показатели на 06 коэффициент ну да спасибо павел коэффициент можно так назвать коэффициент в принципе все по умолчанию вызовы в WMS считаются из разрешения Full HD HD 720p чтобы посчитать сколько потянет Full HD надо просто итоговое значение в HD разделить на 2 хочу обратить ваше внимание что для WMS критично где он устанавливается это будет либо виртуальная платформа неважно VMware Hyper-V либо какая-то другая виртуальная платформа что требуемая мощность отличается в 2 раза по сравнению между виртуальной платформой и физическим сервером то есть на физическом сервере WMS будет требовать меньше ресурсов под ту же емкость нежели для виртуальной платформы но это мы считаем только так скажем мощность есть же также еще требования к памяти вот пример рекомендации к виртуальной платформе которую вы можете найти в инструкции по установке WMS и в инструкции администратора то есть вот указаны в табличке процессоры которые Ялинк у себя успел протестировать и справа представлен расчет он считается в HD а в Full HD делится пополам и обращаю ваше внимание что для работы WMS требуется достаточно большое количество оперативной памяти RAM то есть мы рекомендуем использовать от 24 даже если у вас 10 участников конференции для самой работы WMS есть порядка наверное каких-то случаях чуть ли не до 10 гигабайт вижу вопрос будет ли разослана презентация по окончанию вебинара да эта презентация будет разослана если вы регистрировались на вебинаре и указана ваша электронная почта то да также вы можете скачать ее сейчас из раздела документы хочу обратить ваше внимание что при расчете указано основное видео изображение участника то есть его лицо грубо говоря контент в формате Full HD 5 FPS если демонстрируется презентация то 5 FPS обычно хватает если мы слайды быстро не пролистываем то есть это участник который передает или принимает контент принимать и передавать одновременно контент участник не может в конференции всего только один участник который транслирует контент вот и рекомендации к аппаратному серверу в принципе логика такая же но количество ядер другое хочу обратить ваше внимание под того как E-Link рекомендует использовать оперативную память в каких-то случаях это 8 плашки по 8 гигабайт их количество 4-8 то например если используется у вас процессоры серии Xeon то уже там плашки по их не 4 штуки а 6 либо 12 Андрей задает вопрос про контент непонятно с вашего сайта информация максимальное количество одновременных потоков для терминала таких-то 4 Андрей вы можете на терминал посылать подключить во-первых до 8 WPP 20 и 4 из этих 8 могут передавать одновременно 4 потока на терминал но вы эти потоки подаете на терминал а терминал в свою очередь в сторону WMS посылает все равно всего только одно изображение видео и одно изображение контент он формирует из этих 4 изображений от WPP 20 в одно итоговое изображение и в виде потока его посылает в сторону WMS вы не можете например в WMS сделать так чтобы у вас было два терминала которые передают контент только один из участников может передавать контент если кто-то другой второй например участник посылает контент то первый прекращает передачу и передает только второй надеюсь я ответил на ваш вопрос потребление ресурсов здесь в левой столбце в левом столбце указаны лицензии которые у нас есть сейчас лицензии есть на совершение конкурентных вызовов то есть это непосредственно проведение самих конференций активные участники кто передает видео и контент с голосом есть лицензия бродкастинг эта лицензия отвечает за пассивных участников которые только принимают видео и аудио но передавать не могут также есть лицензии на запись конференции ваймас у нас умеет записывать проводимые видеоконференц-связи на внутреннюю память также есть лицензии так называемые вот это когда мы уже записали конференцию у нас файл лежит внутри ваймаса и мы его можем по ссылке послать кому-нибудь ну кому требуется сотруднику компании который отсутствовал либо ему нужна эта запись там какой-то вопрос подымался который ему необходимо повторно проработать мы ему можем отдать ссылку и он по этой ссылке может просмотреть и скачать записанный файл и соответственно краски вот эту лицензию вот и отвечает за просмотр записанного видео на ваймасе также ваймас у нас умеет создавать имеет встроенный стриминговый сервер когда мы текущую конференцию можем отправить ссылку на просмотр ее и человек в браузере вставляет ссылку на просмотр и просматривает ход текущей конференции то есть опять же без обратной связи именно только на просмотр конференции и хотел отметить что у нас в функционал конкур и вводят звонки в sky for business то есть sky for business отдельно не лицензируется но шлюз в teams он требует отдельной лицензии пока к сожалению у нас по моему цены нет на него насколько я знаю у нас на сайте все лицензии они описаны там и цены они остались те же самыми информация нету здесь понятно ситуация в китае такая сложная то есть это пока откладывается и шлюз только будет информация сразу объявим на нашем сайте сейчас насколько я знаю у нас получается есть лицензии на конкурентные вызовы на бродкастинг на запись на ввод лицензии и все получается то есть на стриминг teams и rtsp шлюз у нас пока еще нету к сожалению но их можно потестировать если вы тестируете либо у вас клиент тестирует эти лицензии доступны то есть для покупки пока еще цен нету но на тест их получить можно и проверить третий столбец очень интересный это сравнение сколько данные лицензии данный сервис занимает по сравнению с одним одним HD вызовом так называемый один CCL то есть это эталонное назначение то есть участник Full HD занимает ресурсов как два HD участника активация сервера Broadcasting то есть включая сам сервер мы занимаем автоматически два конкурентных порта два CCL как сказать лицензии да два порта также каждый пассивный участник по емкости занимает всего 0,2 скажем процента ну да можно сказать 20 процентов от одного HD вызова то есть пять участников Broadcasting займут HD так скажем по мощности займут один конкурентный вызов в разрешении HD и данный участник будет занимать уже один Broadcasting порт запись конференции в формате HD занимает два по мощности два HD вызова два участника 720 в формате 720p и занимает рекординг порт ну уже как бы свою лицензию просмотр записанного видео очень маленькое там значение по нагрузке поэтому оно здесь не указывается и одно просматриваемое видео занимает один вот порт насколько я помню оно дается дополнительно в нагрузку к серверу записи в количестве 500 штук насколько я помню рекординг пакетч входит 500 портов вот да VOD стриминговый сервер то есть его активация так же как в сервере бродкастинг занимает два CCL порта или он еще по-рукому называется видеопорт один поток занимает если мы транслируем например это на сервисы ютуба то это занимает еще одно конкурентное соединение если у нас пользователь просматривает встроенный стриминг ну по ссылке подключается то он занимает именно лайф порт лайф лицензию Teams если мы так скажем делаем соединение между YMS и Teams по нагрузке пока еще неизвестно сколько это будет так скажем в сравнении с HD вызовом занимать но он не требует еще 2 лицензии CL то есть он просто занимает Teams порты а в использовании RTSP то есть при совершении вызова RTSP при получении потока RTSP то есть мы занимаем два по мощности два HD вызова и он занимается как конкурентная лицензия так и RTSP лицензия надеюсь мы надеюсь доходчиво объясним если есть вопросы то задавайте Игорь спрашивает ВМС 2.4 доступно к скачиванию да доступно вы пишете обращение к нам в компанию о том что вы хотите протестировать или например обновить вашу версию ВМС до версии 2.4 и мы вам ее предоставляем в общем доступе данную версию ПО не найти только через нас есть требования к сети полоса пропускания мы рассматриваем такой самый распространенный видеокодек это 264 high profile то есть для его работы например Full HD 60 FPS на подачу видео требуется 4 мегабита в секунду полоса пропускания если мы говорим о разрешении 4K то если память не изменяет там будет заниматься порядка 12 мегабит в секунду на одного участника эта табличка поможет при расчете нагрузки сети если мы собираем конференцию допустим у нас будет 10 пользователей которые работают по Full HD 30 кадров и производят видео и контент одного участника нам требуется 3-4 мегабита в секунду соответственно 10 участников у нас займется полоса на 3-4 мегабита в секунду здесь все очевидно и просто задержка в конференции достаточно важный параметр желательно чтобы задержек не было но как показывает практика можно нормально и комфортно общаться с задержками до 2-2 миллисекунд далее могут возникать проблемы провалы потери пакетов и уже это будет заметно на ходе конференции в принципе на этом наше вебинар заканчивается рассказали практически все что хотели если коллеги у вас есть вопросы то пожалуйста задавайте мы подождем вас до часа ну в зависимости от активности участников да спасибо если у вас просто есть вопросы по терминалам например либо по самому елинг митинг сервер то также можете задавать то гость спрашивает у нас не планируется функционал глобальной адресной книги для сторонних код насколько я знаю ялинг пытался сделать данную функцию с терминалами поликом но там все это все равно делалось через актив директор и грубо говоря я думаю что ближайшее время это точно не появится потому что у всех производителей своя лыг работы глобальной адресной книги думаю вы данную задачу можно решить через актив директор потому что практически все его устройства как телефоны так и аппаратные терминалы зачастую поддерживает получение информации за актив директор и есть практически внедрение в мс в россии гость спрашивает да конечно мы сами у себя в офисе пользуемся в мс и у нас есть там проектов то есть большое количество которые уже реализованы в мс на рынке уже в россии годы четыре наверно уже в общем в общей сложности а вот еще вопрос павел за почему вы не используете в мс для вебинаров было бы наглядно вебинара скажем в мс есть режим конференции который называется обучение в нем вы можете сделать следующее вы можете туда пригласить как активных участников но в данном случае это мы с артуром это мы активные участники и слушатели в качестве слушателей выступаете вы во время такой конференции в режиме обучения пользователи которые подключаются через браузер ну например chrome и через приложение виси десктоп это программный клиент на устанавливаемый на компьютер могут общаться в чате то есть они могут них там доступен функционал чата на терминале аппаратом чат не отображается вот модератор конференции может управлять правами тех или иных участников вот но также войны си нету таких функций как доска опрос не мы не можем выложить файл для документов в раздел документ чтобы вы могли скачать эту презентацию поэтому мы не используем пока еще у нас как площадку для вебинара потому что все-таки вебинары это требует немножко другого функционала которого пока еще войны си нету поэтому мы называем функционал обучения а вебинар так посмотрю какие есть вопросы игорь спрашивает назначение сервиса а и а и это так скажем называемый функционал распознавания лиц это когда искусственный интеллект ну переводится как собственно интеллект по факту это распознавание лиц когда мы на сервер загружаем фотографии людей и во время конференции у нас будет появляться плашка такая именная табличка кто это сидит например в терминале я линка весит 200 я лин тоже называет там есть функционал а и искусственного интеллекта но под ним они подразумевают автофрейминг когда мы заходим в маленькую переговорную комнату и терминал определяет человека и начинает наводиться на него хоть у меня камера и не подозренно но все равно можно по объективу перемещаться по матрице павел спрашивает из актив директори он умеет подтягивать фотографии для распознавания сравнения нет из актив директори он только вытаскивает абонентов грубо говоря с логином и паролем фотографии загружаются вручную нажимаете кнопку добавить и туда загружаете фотографию и присваиваете ну грубо говоря имя сотрудника он на одного человека можно загрузить до пяти фотографий вот игорь спрашивает спасибо производительность производитель планирует снижение нагрузки на физический сервер или требования к нему одновременно с ростом функционала снижение нагрузки на сервер у нас нет пока такой информации боюсь что из из-за того что функционал будет постоянно добавляться то есть производитель 1 квартала обычно выпускает какие-то новые версии программного обеспечения с добавлением нового функционала поэтому боюсь что скорее всего либо будет только расти нагрузка на сервис ну скажем рекомендации они будут только увеличиваться свои требованиям либо на каком-то моменте остановится либо все-таки производитель выпустить такие требования что если вы весь функционал не будет использовать то есть например только будете использовать сервис лицензии конкретского лайсенс у вас будут такие вот если вы будете все использовать то у вас будут другие требования пока к сожалению нет информации по данному вопросу андрей спрашивает скажите ваши кодеки поддерживает работу зум но при этом есть отдельная линейка терминалов сумма в чем разница до у нас есть сейчас на данный момент три линейки аппаратных терминалов первая линейка основная это терминалы которые работают с сипом и h323 вторая линейка это линейка sky for бизнес и тимс и третья линейка это терминалы для зума причем по умолчанию они друг другу не пересекаются то есть сип h323 не может работать с решениями sky for бизнес и тимс но в обычных терминалах я ринка в веб-интерфейсе вы можете найти у такой момент как называется учетная запись зум чтобы она работала вы должны в решении зум непосредственно сервере включить во первых купить подписку чтобы зум научился работать с сип h323 то есть все равно терминал будет регистрироваться и звонить в решении зум по h323 в специальной линейке терминалов под зум данную лицензию на стороне зум вам покупать не понадобится вы просто скажем сэкономить и своим деньги насколько я знаю в сравнении скажем флагманов то зум по моему дешевле нежели аналогичное решение для основных терминалов для базовых терминалов сапсирвисами сам аппаратный терминал если сравнить терминалы для больших переговорных комнат обычных сип h323 и зум зум будет дешевле а чтобы обычный терминал базовый мог звонить вам нужно купить специальную сип-коннектор он по-моему стоит 50 баксов в месяц что ли можно у них прям тариф тарифов если зайти на их сайте то можно посмотреть это учетка в терминалах я ринг основных базовых просто позволяет это делать более удобно чтобы не по айпи адресу звонить по идти пойди да принципе у меня по моему есть это презентация сейчас посмотрю даже смогу вам ее показать сейчас по их боюсь не смогу показать если вам надо пример того как базовый терминал может работать зумом напишите нам а кстати я обещал контакты свои артуру представить по которым вы можете обращаться по этим двум адресам вы можете к нам обращаться по техническим вопросам ко мне по коммерческим артуру в принципе если ко мне обратитесь просто переадресую коллеги вижу что вопросов нету что достаточно длительное время поэтому мы завершаем вебинар если у вас появятся вопросы прощайтесь указанным электронным почтам спасибо вам за уделенное нам время до свидания